Гражданам Украины, которые находятся в Иране, украинский МИД рекомендует избегать массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов. В стране массовые протесты перерастают в уличные бои. Много убитых и раненых. Накануне Израиль и США подписали некое секретное соглашение по сдерживанию Ирана. Подробнее о том, что происходит в эти дни в стране, в материале Сергея Услендера. Протесты не утихают. Их масштабы оценить сложно, учитывая скудную противоречивую информацию, поступающую из страны. Но известно, что волнениями охвачено большинство провинций. Против демонстрантов брошены все возможные силы. Корпус стражей исландской революции, полиция, полувоенные формирования Басидж. Но стычки продолжаются. Убитых уже десятки, среди них дети, сотни раненых и арестованных. Демонстранты штурмуют полицейские участки, военные базы и муниципалитеты. В Иране блокированы интернет-мессенджеры. Власти заявляют, что ситуация под контролем. Но судя по тем редким сообщениям, которые оттуда поступают, до полного контроля еще далеко. Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере написал слова поддержки демонстрантам. А официальный Тегеран обвиняет в развязывании этой протестной кампании Вашингтон и Израиль. В Иерусалиме сразу отреагировали на эти слова. Это не только ложь, это смешно. Режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти. Эти деньги можно было бы пустить на школы и больницы. Неудивительно, что люди выходят на улицы. Власть боится собственного народа. Вот почему они бросают в тюрьмы студентов и запрещают социальные сети. Однако я убежден, что страх не победить. Потому что иранский народ умный и гордый. Сегодня он рискует всем ради свободы. Ситуация очень напоминает сирийскую времен начала гражданской войны. Протесты начинались вполне мирно. Люди требовали экономических реформ. Кстати, поводом для этих демонстраций, первоначальным поводом послужило двукратное повышение цены на хлеб. Жизнь в Иране, очевидно, ухудшилась в последнее время. К этому надо прибавить и большие потери, которые иранские военные понесли в Сирии. А в ближайшем будущем американский президент Дональд Трапп должен принять решение по поводу ядерной сделки с Тегераном. Если он решит ее отменить и ввести новые санкции, то экономическое положение Тегерана существенно ухудшится. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.